Серов исключительно портретист, мысль с которой художник сам был абсолютно не согласен. Вот, например, бульдог Гюгюс по признанию мастера был лучшей его моделью. В музее специально для выставки про собачку даже создали настоящий анимационный юмористический фильм. Французский бульдог принадлежал Феликсу Юсупа, в чей портрет Валентин Серов написал в 1903 году. В своих мемуарах князь писал, что непринужденность и естественность поведения пса оказала на художника неизгладимое впечатление. Набросок к будущему произведению, который автор подарил Александру Бенуа, оказался в итоге в собрании Ярославского художественного. Поэтому сотрудники музея и сакцентировали внимание гостей именно на нем. Поскольку сам этот набросок очень небольшой по формату, он очень беглый, он не очень, естественно, красочный, то мы решили, что если мы просто поместим его в ряд остальных произведений Серова, возможно, он останется незамеченным. При этом мы знаем, что за этим рисунком стоит очень много разных смыслов и историй. Но несмотря на то, что Гюгю стал лучшей моделью художника, рисовал он все-таки человеческий портрет. Да и в историю вошел скорее как непревзойденный портретист, чему был не рад. Поэтому на выставке в Ярославле Серов представлен и как мастер-анималист. Не обошли составители вниманием и ярославский след Серова. Мы в первом зале сразу встречаем знакомых, близких и важных очень для нас людей. Это Антипова, это педагог, это основатель первой женской гимназии. Это портрет из коллекции нашего музея, он здесь размещен. Это портрет Варвары Мусиной Пушкиной. Мы знаем, что Мусиной Пушкиной – семья, которая владела большим имением Выловни, недалеко от Рыбинска. А на этом произведении спиной художник изобразил художника, своего друга Константина Коровина, у которого часто бывал на даче в Охотине, близ Переславля. К изображению природы Серов обращался исключительно по зову сердца, там, где ему было хорошо. Андрей Децель, Сергей Мазилов. День в событиях.